По вашему мнению, какая причина лежит в основе душевных расстройств? По мере того, как сообщества становятся богаче, люди в них питаются всё хуже и хуже. Когнитивные способности будут постепенно снижаться. Очистите свой организм. Очистив толстую кишку, вы ощутите немного больше стабильности. Поверьте, процессы старения организма почти не будут прогрессировать. Садгуру, по вашему мнению, какая причина лежит в основе душевных расстройств? Вы хотите узнать одну причину? Одну или несколько? С одной стороны, это наш подход к питанию, что существенно сказывается на душевном состоянии. Неосознанность, с которой мы на разных уровнях поглощаем химические вещества и гормональные препараты, это серьёзный фактор душевных расстройств среди нашего поколения. Как мы принимаем, как мы употребляем пищу? Это может звучать немного надуманно для Великобритании, но, пожалуйста, прислушайтесь к тому, что я скажу. Мы смотрим на жизнь следующим образом. Вы сформировались как Личность в соответствии с тем, какими были ваши родители, в какую школу ходили, какое получили образование, каким взаимодействием вы подвергаетесь в жизни. Вот почему вы стали именно такой Личностью, не так ли? Вы многое накопили. Вы постоянно что-то принимаете. Вы принимаете не только информацию и идеи. Жизнь воспринимает на разных уровнях, в том числе и на энергетическом. Поэтому в Индии, где бы мы ни находились, если мы хотим что-то воспринять, первое, что мы делаем, это скрещиваем ноги. Прямо сейчас я сижу именно так, хотя вам, может быть, этого и не видно. Первым делом мы скрещиваем ноги, потому что мы не хотим ничего воспринять в нижней части тела. Если мы хотим получать что-то положительное, нужно принимать верхнюю часть тела. Когда мы оказываемся в местах с сильной энергетикой, первым делом мы скрещиваем ноги. Нароки оставляем нескрещенными. Согласно йогической физиологии, всего существует 114 чакр, из которых 112 находятся внутри человеческой системы. Эти 112 чакр относят к 7 категориям, по 16 чакр в каждой. Эти 7 категории известны в современном мире как чакры. Первые 3 чакры представляют процесс выживания. А среднее — это пересечение. Именно отсюда, от Анахата и выше, происходят просветляющие процессы жизни. Поэтому важно принимать определённые вещи определённым образом. Пища считается самым базовым уровнем принятия. Очень важно то, как мы принимаем пищу, и что именно мы едим. Что мы получаем сегодня? Сегодня, по мере того, как сообщества становятся богаче, люди в таких сообществах питаются всё хуже и хуже. То, к чему в Индии сельский житель даже не прикоснётся, такую пищу употребляют в самых развитых городах. Когда я говорю «такую пищу», сегодня почти всё, что употребляют общества Запада, — это продукты, которым от 30 до 60 дней. В йоге пища классифицируется как саттва, раджас и тамас. Тамас означает «инертность». Если вы едите что-то тамасичное, то в вашей системе возникнет инертность. Инертность не означает, что вы просто станете ленивы. Инертность — это замедление определённых внутренних процессов. По сути, замедляется регенерация вашей системы. Сегодня вам известно, что регенерация нейронов — это один из самых важных способов поддержания работоспособности мозга на протяжении всей жизни. Если вы употребляете тамасичную пищу, такую, которая вызывает инертность в общем функционировании системы и в ваших энергетических процессах, то увидите, что ваши когнитивные способности будут постепенно ухудшаться. Люди это понимают, и поэтому чашка за чашкой пьют кока-колу, кофе, алкоголем или что-то другое, потому что знают, что им нужно компенсировать инертность. Такая компенсация — это очень примитивный способ сбалансировать вашу систему, когда сначала вы съедаете что-то неподходящее, а потом пытаясь всё исправить. Наибольший объём антоцидов, почти 60% от мирового объёма, продаётся в Америке среди наиболее обеспеченного населения планеты. Это означает, что, имея огромный выбор, они могут есть самую лучшую пищу. Но нет. Люди питаются худшей едой, потому что коммерческие структуры решают, как им питаться. Вы больше не можете осознанно есть то, что хотите вы. В йогической культуре максимальное время, через которое необходимо употребить приготовленные блюда, полтора часа, 90 минут. До этого момента его нужно съесть. После мы не прикасаемся к пище, потому что она начала накапливать тамос, вызывающую инертность. Вы можете провести эксперимент. В течение недели питайтесь чем-нибудь очень свежим. Затем перейдите на то, что было обработано и хранилось в течение месяца или двух. Вы оцените степень активности в своей системе. Ощутите это на собственном опыте. Это происходит на клеточном уровне. Также есть отжас. В английском языке нет подходящего слова. Если вы привнесёте достаточно отжаса, который является нефизическим измерением энергии, если каждая клетка вашего тела будет окутана им, поверьте, процессы старения организма практически не будут прогрессировать. Ваш клеточный возраст сохранится почти неизменным на долгое время. Я проходил некоторые медицинские тесты, и они показали, что на клеточном уровне у меня всё ещё 25. Мне и правда как будто 25, я сохранил тот же уровень активности, тот же вес и всё остальное. Это совсем не чудо. Каждый человек способен на такое, просто уделяя внимание фундаментальным аспектам. Если говорить о пище подробнее, то существует так называемая вируда ахара. Это означает, что если вы будете есть несовместимые продукты, в вашей системе начнётся война. Как вам известно, процесс пищеварения происходит с участием кислот и щелочей. Допустим, вы съели мясо. Это жирный продукт. Если вы съели только мясо, это может не нанести большого вреда. Но если вы съели его с рисом или маслом хи, вы называете это биряне, то урон будет колоссальным, потому что они не сочетаются между собой. Вот почему любую невегетарианскую пищу никогда не смешивали с молоком или молочными продуктами, потому что эти продукты несовместимы. Так вы начинаете войну внутри себя. Согласно йогической культуре, еда не должна оставаться в желудке больше двух с половиной часов. Через два с половиной часа она должна покинуть желудок. Вы должны ощущать, что он пуст. Не чувство голода, а просто пустоту в желудке. И это правильно. Мы хотим, чтобы ваш желудок был всегда пустым, потому что с пустым желудком всё будет работать хорошо. Также здоровье толстой кишки — это то, чем люди пренебрегаются в наши дни. Если вы не следите за чистотой толстой кишки, вам будет очень сложно сохранять его в сбалансированном состоянии. Согласно Юйурведе и Сиде, если вы жалуетесь на бессонные ночи, тревожные состояния, слабость, любые проблемы с психикой, первым делом вам назначат очищение. Очистите свой организм, очистите толстую кишку, и вы внезапно почувствуете себя более уравновешенным. В центре Йоги Иша день начинается с небольших шариков Нима и Куркумы. Существует множество аспектов того, как они влияют на вашу систему. Прежде всего, это позволяет сохранить пищеварительный тракт чистым. Когда мы говорим «чистым», в этой области присутствует максимальный объём другой жизни. В пищеварительном тракте человека обитает целый ряд микроорганизмов. Многие из них стали для нас дружелюбны. Мы живём благодаря им. Благодаря им мы способны переваривать пищу. Очень многие функции тела выполняются с их помощью. Но остаётся много таких, которые нам вредят. Уникальность Нима, особенно когда его принимают вместе с Куркумой, заключается в том, что если употреблять их вместе, то в значительной степени всё, что не нужно для организма, что может нанести ему вред, любая паразитическая жизнь, всё это устраняется. Это не абсолютное решение проблемы, но способ создать в организме необходимую атмосферу для последующей коррекции с помощью медицины или с помощью необходимых практик. Как можно применить это к человеку, который болен прямо сейчас? Здесь нужен сострадательный, а не типовой подход. Мой способ или ваш способ. Глупо было бы так думать, что существует единственное верное решение. Это не то, как устроены люди. Продуманное действие, которое может быть максимально правильным, более правильным, чем неправильным. Вот и всё, что требуется. Я не думаю, что кто-то может быть однозначно прав насчёт душевных состояний, которые возникают у людей.